и так мы в прямом эфире вернее пока что еще я сразу же пока вас приглашает социальная сеть я пожалуй закреплю комментарий чтобы гости наши понимали что же вообще тут сейчас будет ближайшие 30 минут происходить а ближайшие полчаса юлечка привет ты у нас первая сейчас будут зрители наши заходить тоже ближайшие полчаса у нас здесь будет очень интересное действие обычно такие встречи я провожу именно лично но так как у нас сейчас карантин стайл и мы все сидим по домам мне не хочется привет юлечка чтобы эти эмоции погасли где-то ну знаете как сначала ты на волне эмоции а потом ты просто уже воспринимаешь это как должное как классно все хорошо здорово и мне вот хочется чтобы свеженькие вот эти эмоции вы сейчас как раз таки услышали узнали и могли задать свои вопросы что сегодня будет происходить я хочу напомнить ну во первых что меня зовут семенова эльвира потому что много гостей в любом случае потом смотрят люди еще эти эфиры смотрят в записи я на youtube выгружаю эти видео и я являюсь автором проекта баланс на шпильках это мой собственный проект авторский который я создала как практикующий тренер как человек который работает с людьми работает со здоровьем работает с тем чтобы дорогие девушки и женщины могли свои фигурки красивые делать все лучше и лучше совершенствовать и я разные стили питания вводила когда общалась с людьми обучалась разным методикам и вот сейчас не так давно можно сказать меньше года назад родился этот проект баланс на шпильках в котором девушки учатся правильно питаться учатся не напряжно в свою жизнь вносить спорт по чуть-чуть учатся пополнять свою женскую энергию чтобы на это вообще хватало сил она тот же спорт и на все остальное и на этот курс вообще в целом и этот курс длится на протяжении 35 дней то есть это не вспышка знаете такой мини марафончик а это именно длинный такой курс чтобы мы не просто зашли а зашли и вышли оттуда с результатом и буквально недавно несколько дней назад закончился третий поток этого курса уже прошло три потока представьте себе и сейчас у меня в гостях будет финалистка третьего потока одна из тех девушек которых от начала до конца полностью курс прошли зовут эту девушку юлия максимова у нее есть замечательный результат я хочу чтобы конечно же мы с ней пообщались формате интервью я задам ей несколько вопросов возможно вы захотите какие-то вопросы тоже задать и мы узнаем у нее как вообще это все ей удалось а результаты у нее очень даже интересны юлечка отправляя приглашение я тебя добавлю на совместный на эфир на наш очень волнительно потому что для многих участниц проекта это вообще выход в прямые эфиры и но в принципе там так попробую тоже как-то могу я тебя интересно пригласить а ну-ка что-то происходит ожидаю я тебя для многих это вообще но впервые выход в онлайн формат вот она сейчас у меня что-то здесь не так да я вижу твой столик ты можешь развернуть впереди нажать такую кнопочку и тебя как бы начнет показывать у тебя будет фронтальная камера работать сейчас сори не могу не могу разобраться как а все увидела вот наконец-то вот теперь не вижу тебя я какая кнопочка тебе поможет вернуться ко мне в инстаграм я тебя поздравляю зафиксируй где-нибудь камеру чтобы тебя нет не трясло так я вот думаю как нибудь может быть нам отключить комментарии потому что они практически у тебя на лице ну да меня вообще слышно видно да тебя прекрасно слышно и хорошо видно единственное что я не могу пока понять как отключить комменты вот тебе там даже привет глядовать нормально ну давай так в любом случае когда мы потом запись уже с тобой сохраним она будет без вот этих вот текстов на лице хотя слушай мне прям интересно ребят кто там у нас на эфире гости есть как тут все таки нам комментарии отключить но не отключить при этом юлю это я себя разворачиваю туда-сюда и играюсь тут сейчас я тоже разберусь во всех настройках этого прямого эфира ну ладно это уже будет у нас в следующий раз я поищу как комментарии отключать не буду занимать не твое время не время людей которые сейчас будут заходить на эфир либо потом смотреть уже в видео слушай ну я тут уже некоторые моменты сказала да касательно вообще курса вот у меня к тебе такой вопрос ты какой-то степени уникальна тем что ты зашла курс как раз таки в тот период когда начал все это канитель с карантином или жесткий карантин сидение дома там выходить заходить только по расписанию и так далее и многие на самом деле интересовали сложно ли было тебе подбирать нужные продукты вот в условиях изоляции потому что все таки мы ограничены сейчас в своих свободах расскажи мне легко ли дался тебе курс вот учитывая этот момент к счастью вообще все было легко продовольственные магазины не закрывались магазины с эко едой да с правильным здоровым питанием тоже все работало помимо этого работала доставка вот и даже если там кто-то там боится о ушли до комментарии если у кого там боясь да действительно есть такие кто переживает это коронавирус не выходит сидят дома прекрасного доставка правда не в квартиру вот до подъезда то есть я выходила в маске в перчатках расплачивалась курьером забирала все что нужно так что с этим проблем не было слава богу а как без ингредиентов для наших блюд как бы мы тогда кушали в чем был бы смысл вы тогда конечно нет с этим не было проблем ну да но видишь многие как бы переживали что вот а как же мы а может нам вообще сейчас не до этого курса я помните говорила девочки сейчас идеальное время мы будем сидеть дома и что делать кушать с утра до вечера я вот это кстати очень сильно боялась вот если бы я сейчас бы не пошла бы на этот курс я бы сидела бы я знаю по себе какая сладкоежка я бы сидела бы заедала и просила бы мужа сходи бы мне за печенькой сходи мне за шоколадкой а так даже у меня удачно совпало буквально сданул курс а потом объявили карантин так что мне как раз пошло все на руку можно так сказать есть опыт внимания он как раз таки был здесь а какие вообще способы постройнеть ты раньше пробовала расскажи пожалуйста как-то уже я помню какие-то курсы какие-то участие в марафонах что-то было ну я получается после родов я участвовала в проекте мама и малыш кристины деревицкой то есть там тоже спорт плюс питание но там больше сбор то есть фитнес-тренер который тоже для мам и малышей была возможность ходить посещать посещать фитнес-зал с малышами вот но у меня не было цели похудеть так как у меня было плюс два после родов всего лишь плюс два килограмма не было цель и у меня была цель подкачать пресс немножко берите себя форму вот и там как-то я не придерживалась да но там были ограничения там были конкретные ограничения так как у нас вот в балансе а вообще я пробовала диету дюкана когда-то давно пробовала вообще не есть такую пробовала вода с медом это была вся моя еда вообще вообще вот вообще да вот просто голодовка вот три дня как бы я не глобально вот три дня не ем ничего на водичке на одной что еще про даже запретала свою собственную диету смысл этой диеты заключался в том что значит можно курочку либо индейку там отварную поесть и пожевать какой-то травки 8 чувствовать все что зеленого цвета либо это фруктик какой-то яблочко либо это какие-нибудь брокколи или листочек салата тоже долго так я не продержалась безусловно но видишь как хорошо с одной стороны что эксперименты были у тебя но они не напугали сильно твоего тела помнишь я говорила что есть девочки которые заходят в курс и у них прям очень много экспериментов было с питанием и тело реагирует немножко с опаской она не сразу начинает благотворно так вот отдавать запасы спокойно а у тебя все хорошо получилось учитывая что эксперименты были жесткие три дня на воде это прям это прям по-мужски так силу боли знаешь прокачивает по-нашему по-женскому это кушать шоколадки и как бы чувствовать себя горько слушай я вот помню у тебя в начале курса были сомнения ты сомневался даже сразу этого не показала но ты потом уже в отзыве писала что первые там что-то неделю у тебя были сомнения а там ли ты вообще все это правильно или это неправильно вот расскажи немножко об этом как это все было что это было и как это развеялось я просто как бы со своего опыта да не слышал ничего о том методе который ты используешь вот в нашем балансе на шпильках я как бы была удивлена да что нужно ограничить в этих продуктов и туда эти продукты и другие наоборот больше добавлять так себе в рацион я не думала что так можно мы были сомнения сработает ли это то есть какое-то конечно то любимое там картошечка от этого нужно отказаться вот он потом и просто результат увидела что это работает абсолютно я могу жить без всех этих плохих продуктов до которые спокойно кстати ты помнишь что картошечка которая сейчас молоденькая вот буквально мазь да да это можно поэтому сейчас лови момент а вообще да многих удивляет блин вот я сейчас делаю шоколад я сейчас его буду есть я что потом не поправлюсь от этого у многих вот такой вопрос и я знаю что люди прям первую неделю я чувствую как сомнения какие-то есть что-то вот как-то разный момент когда они видят первый свой результат уже не двух недель первых потом людей отпускает они такие фух ну все и на мне работает и это все действительно тоже хорошо слушай а расскажи какие у тебя результаты о себе у меня результаты у меня причем сразу низ ушел просто моментально за первую неделю у меня в бедрах минус 4 но я всегда если худею да серьезно за первую неделю минус 4 или сколько минус 3 но в общем сразу то есть у меня как-то не сразу очень быстро уходит потом начала у меня уходить килограмм нет минус 4 сантиметра безусловно объемы килограммы к сожалению то есть получается мы с тобой не взвешивались изначально на первом этапе да когда могли еще как-то оффлайн контактировать вот а потом у меня весов нету ну то есть для меня честно говоря вес вот килограммы это не показать да так что у меня минус 4 сантиметра в бедрах точно я помню потом у меня начала грудь уходить минус 3 сантиметра и талия потом тоже постепенно с каждой неделькой там по сантиметрику у меня уходила минус 4 сантиметра у меня точно ушло стали то есть вот пять недель еще первая неделя там еще ты постепенно нас вводила даже тут не было срывов и стресса что-то я позволяла себе то что как бы привычно у меня было ционе а вот со второй неделе уже начала придерживаться правильно вот баланса так как нужно я помню заметила на наших вот этих пяти минутах спортивных смотрю юля ты что купила новые штаны себе нет я влезла в те которые у меня были еще и вот у меня кстати я смотрю по многим девчонкам они достают свои гардеробы красивые свои вещи начинает в них влазить приходить там и на тренировки и на вот эти вот пяти минутки и мы все начинаем спрашивать а кто а как то есть я права что ты на два размера да получается постепенно ну по одежде по одежде да одежда которая скажем так у меня элли 48 она мне сейчас подвисает ну ты видела меня где тренировки спорта там по одежде да видно то есть мне сразу легкая свобода придавливает везде все удобно пролазить поэтому да так оно и есть как-то вообще себя чувствуешь общее состояние вот по итогу курса сейчас и эмоциональное и физическое вот все вместе в целом ведь смотри есть такие диеты после которых до результата девочки прям доползают и они уже такие ну вот приведу ребенок который на сушке да находится на жесткой они реально к твоему результату доползают и уже готовы сожрать своих мужчин если они в них не кинуть шоколадом ну прямо вот такое нервное состояние как у тебя сейчас вот по всем фронтам в общем у меня нервного состояния в питании не было такого голодания у меня не было что я хочу есть и я сейчас вот час ночью пойду в 12 ночи пойду сейчас наем не могу не тусил такого вообще не было у меня кстати не было проблем с готовкой так как я не один человек семью мне еще два мужика которых нужно кормить и говоря моим мужикам зашло зашли все эти рецепты и блюда которые идут в твоем балансе мне мне кажется учитывая всю ситуацию как бы сложную до сложившуюся с этим коронавирусом сравнительно как бы все спокойно не психовала я из-за того что вот даже до в магазин надо выйти купить там что-то особенное да вот то что нужно нам для нашего баланса нет было все спокойно не пугало это меня что коронавирус я для себя поставила цель вот в начале как ты говоришь были сомнения да то есть получается записалась на курс прошло пару дней объявили коронавирус и когда начали меняться события да вот были у меня такие скачки а может съехать может забросить но я себе сказала соберись тряпка ты уже под это говорится под яси всегда себе это говорю соберись тряпка иди работай то есть подписалась уже уже договорила себе поставила цель сама собой да уже надо дойти уже до конца несмотря что коронавирус что не работает у нас надо дойти до финала но кстати я хочу тебе сказать что я очень восхищаюсь очень многое зависит от твоего личного настроя я для вас в качестве этого курса я только проводник я могу вам дать то что я знаю а вот насколько вы это возьмете насколько вы внутренне соберетесь чтобы это элементарно сделать это только от вас зависит поэтому тут 70 процентов это ты молодец а я просто ну как проводник мне это дано почему-то вот так решили сверху что я буду проводить людей видимо вот в мир здоровья стройности и красоты слушай у меня к тебе еще вопрос у тебя мы выяснили в курсе что у тебя муж профессиональный повар правильно я сказал как он отнесся к вот этим нашим кулинарным экспериментам там же много необычных таких да интересных блюд какое у него было мнение там он же тестировал все это но сначала наверное как наверное как все мол что это за что это за фигня что это за ерунда неужели нельзя там нормальные там продукты употреблять куда-то бегаешь побежала сорвалась тут приготовила что-то непонятное а вот а потом он на тоже получается распробовал то что я готовилась еще получается плюс честно я дома не знаю что сильно там коронавирус да многие женщины желаются вот я теперь и раньше работа да все дети в садик в школе вот я вам сейчас как повар нужно на всю семью приготовить мне в этом плане да муж помогает вот с готовкой вот а тут получается еще проект мне помог раскрыться в своих кулинарных способностях потому что эти рецепты эти блюда они зашли мне прекрасно они на меня на меня благотворно повлияли на здоровье на похудение и прекрасно так же это мой муж есть ему и мой сын кушает и конечно десерты большинство десертов которые идут у нас там в рецептах муж с удовольствием все это заходит у него за обе щеки он говорит сделай еще вот было блюдо одно интересное из морепродуктов она даже прямо теперь будет у меня моим праздничным тоже ему очень понравилось интересно понятно делом подобно то у него опыта есть да разные кухни он умеет подавать и так далее тому подобное а даже он не помогал для фотографий для отчета вот в чат он не помогал я себе сделаю красивую подачу но я приготовлю а повара они сделают на тарелке еще какое-то красивое оформление он говорит сейчас я тебе и ты сфотографируешь отправишь там на проверку так что в этом плане да меня еще курс помог раскрыться немножко как женщине в плане вот я готовила для семьи как бы делать нечего все равно да для всех готовила и муж оценил а ну опять же мужчин у нас тоже они там любят какую-то свининку жирнее клуба курс это понятно да понятное дело что отдельно там я буду просто готовить для своей семьи но какие-то нюансы то что мне нужно именно да и не есть то что и можно безусловно но наверное так у всех что-то мама для себя отдельно готовит что то отдельно накопить своим деткам далее вообще не заставляем наших мужчин у нас такой блок психологический в курсе что это твое решение и ты по нему двигаешься семья кто захочет ну да да как у меня девочки где мои рафаэлки кто их съел потаскал потихонечку то есть они возьмут то что им конечно понравится что им будет комфортно и это классно что можно существовать вместе в единой семье и вот так вот уважать друг друга мнение друг друга решение это на самом деле очень здорово слушай еще вопрос многие люди вот сейчас это видео смотрят или может быть до этого вот зашли дано на информацию о курсе и думаю вот начинать не начинать чтобы ты посоветовала вот как человек уже прошедший полный курс от и до тем людям которые думают сомневаются и принимаются какое-то решение ну я бы посоветовала стопудово попробовать а потому что курс уникальный в курсе есть своя изюминка но я писала там в посте да как бы нюансы курса и многие всякие диеты и так тоже курсов там много таких на самом деле на просторах интернета гуляют да как бы ты про сделал на этом курсе ну и как бы все а здесь вот что мне нравится и да сужу по себе я что-то начинаю потом бросаю здесь у нас выработал всех уже привычка то есть это питание она у нас вошло уже в нашу жизнь то есть курс закончился у нас когда-то во вторник а я продолжаю этой как методики исследовать дальше ну а как это методика под я как учитель ты тоже учитель да мы это методика в каком-то плане ну да поэтому мне здесь еще что понравилось что я везде вот предыдущие да мои там нюансы я как бы бросала потом это все а здесь я понимаю что я буду дальше это продолжать буду продолжать делать как ты нас учила вот поэтому вот это мне нравится возможно очень сыграла роль вот эти маленькие бонусы вовремя подарочки какие-то и так далее да конкуренции возможно что да да как это я не там сегодня фотографию а мы же в команде с девочкой она вот сдаст а я не сдам я ее подведу кстати тоже да что ты не один это тоже очень немаловажно что ты не один ты видишь как у других там дела что они выкладывают в чат как у них их успехи да конечно ну здорово слушай я вот на самом деле когда даже курс создавала вот ты говорила про свои эмоции что ты раскрылась как кулинар да можно так сказать ну да вот эти вот первые особенно эмоции когда ты готовишь и ты еще понимаешь что это не просто вкусно но еще это здоровье для всей семьи и ты как такая берегиня вот ты подашь своему мужчине а он не попортит твое здоровье грубо говоря да и завтра пойдет лечиться а он оздоровится и про ребенка то же самое я помню эти эмоции меня приятно было я чувствовала себя что я на своем месте смотри как здорово и семье хорошо и мне хорошо и там курс создается вот так вот ну что я хочу тебя поблагодарить за то что ты вышла в эфир это еще одна твоя победа спасибо за приглашение я думаю что после этого ты в своем проекте будешь тоже возможно какие-то эфирчики давать с удовольствием очень здорово смотришься на камеру хорошо поставлена речь как у педагога приятно вести эфир с таким человеком ну что юлечка мы с тобой встретимся дальше в чате у нас там есть еще некоторые моменты которые мы будем продолжать дальше спасибо еще раз тебе за то что ты была в гостях спасибо тебе вот такой сегодня у нас был небольшой эфир с гостем мне искренне приятно меня это заряжает и мотивирует честно скажу когда я веду целый курс поток длится 35 дней я очень много туда даю своих сил и энергии я заряжаю мотивирую девчонок выхожу постоянно на максимально отдыхала до прошла ночь я чувствую в себе утром что у меня много сил я в этот момент максимально в чат выхожу даю 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 и бывает что два часа этом в этом чате прокачиваю сижу с девчонками конкретно их результаты и проект конечно чувствуется усталость конечно много отдала но когда вот так общаешься с человеком уже с результатом видишь что ты не просто вспышечка такая на появилась его жизни исчезла а видишь что ты человек который что-то внес внес какую-то пользу внес какие-то изменения в жизнь это дорогого стоит и честно мне хочется дальше и дальше новые и новые потоки проекта создавать и конечно работать над тем чтобы он мог себя вмещать все большее количество людей следующий курс у нас планируется 18 мая уже сейчас открыта предварительная запись кто хочет кому интересно пишите в директ я скажу вам все вариации да по ценам по возможностям подробную информацию сейчас на данный момент уже два места в курсе занята и продолжается продолжается дальше набор большое количество людей я еще не беру в курс курс естественно ограничен потому что идет очень персональный подход каждому участнику практически такой семейный круг ну что всех люблю целую всем спасибо за то что были гостях на этом эфире и смотрели его в записи с вами была семенова эльвира пока пока